Всем привет! У нас пиво восьмое, сегодня вечерний, фанахтика сходится продукт и все спрятки уже проснулась, все еще на работу, скрытись, вставать и хотела вам рассказать про свете солнце, кейс капец, я просынаюсь тут в пять утра, в шесть утра и не могу спать, оскільки я не лягла, то якась проблема со сном началась тут десь месяц назад и до сих пор не проходить, просто там може заснуть в двенадцать, проснуться в пять, может даже в четыре иногда и все, сна не маю, если в кося есть какие-то лайфхаки, как это побороти, то по сей не буду втягчать. У нас сніданок с пиццей и ранок почався с хороших новин, поки не могу рассказать о каких, но скоро расскажу, а покидем снідати. Так, мы собрались за продуктами безкоштовными, Дима у нас сегодня хоть на англійську она так и не поехал, и на мой подбородок внимание, это Віка вчера ела так пиццу, то босой пекла подбородок, только я так могла, сейчас кидает Оленька. А мы пришли проверить выплаты и ура, нам пришли выплаты. И Дима тут есть. Не пришло, что нам проезд, но пришло по 2 900 трон. Надбет. Довольный? Да, вкусно. Мы собрали продукты бесплатно на все, в пакет, в Диме два пакета и в портфеле. И просто оцей пакет заповен пакет хлеба. Из-за того, что половину хлеба мы реально выклали. И идем домой. Идем домой, уже наконец-то доходим с этими продуктами. И посмотрите просто, какой захист сонца. На камере не продает всей красоты, но очень хорошо. А тут видите какие красивые хмары. И кстати, весь так интересно. Тут день, а тут уже захист сонца. Красота. Так, наконец-то мы дома. Саша уже тоже пришел из работы. И что нам сегодня дали? Курочку. Якусь вот такую почеревку. Сосиски, яйца, йогурти, какие-то шот, спаржа, овощи, фрукты, пицца, грибочки, картошка. Теперь овощи, фрукты, даже ягодки, видите. Прикольно. Грибы опять. Тут пакет целый реально хлеба. Грейфрути. Ну и там яблоки, лимони, лайма, морковь. Ну реально прикольно сиди, да? Как ты? Ну да. Овощи продуктики. Завтра будем все вкусно есть. Спортом я позанималась и вечерняя рубрика Дима и Елена. Цаториальный здесь этажик салата. Ты ж не знаешь все. Чего? Думаешь не знаешь? Серйозно. Как втайдена? Нормально. Как работа? Как втайдена? Угу. Левка, тебе есть не давали, да? Да. Да, моя малышка, да. Да. На эти прекрасные ночи иду отдыхать. Всем спасибо за перегляд и пока-пока. До завтра. Всем привет. Сегодня так поздно начинается влог. Пришла на море с Настей, застрелась. У нас тут вино, были фруктики. Романтик, короче, там дальше вставлю. И сидим тут чилим. Вот так классно на море. Сонечко светить, не сильно жарко. Море, ну таки, и трошки волны настилили. Так кайфово. И обговорювала те, наскільки в Данії как-то чувствуешь себя вільным. Я как-то не знаю, в Киеве по факту было все. Были житло, гроши, работа, абсолютно все. А ты как-то чувствуешь себя все равно, как в клетке, как в тюрьме. А тут нема нічого. Ты живешь в селе, там нема грошей и всего. Но чувствуешь себя наскільки свободным. То есть я как-то не знаю, кайф и прям. Добрий ранок. У нас сегодня день завсанки. Починается такая красота. И сплинние дни. Саша все спит. Но ему тоже десь нам в школу, а ему в джоб-центр. Надо ему тоже будет идти. А мы идем и бежим в школу. Рестагрировать науки. Сегодня, кстати, сказали, что у нас будет пів года, а потом мы идем куда-то гулять, как мы поняли. Интересно прям, что будет. Так, а у нас тут на датский будет сейчас кваст библиотеки. Как вам идея с квастом? Кваст, как вам? А я думал, что пиво не делал. Мне понравилось, что библиотека... Я думал, будет пиво и пар. И креветки. Да. Ну ничего, все равно интересненько. Пидам библиотеку. Да? Тимати, помнишь игры, когда мы по классе бить? Он тебе нравится, я вам что-то постоянно учила. Видите, как прикольно в библиотеке. Таким можно брать даже пластинка в аренду. Видите, как красиво библиотека в жильякому суплозе была. Давай покажешь, я раз буду, реально прикольно. Вот тут вы сами автоматично можете сдавать и брать книжки. И тут такая красота. Внизу же есть отдельный детский уровень. И там есть корабль, если покажу. Здоровый. Там прям здоровая такая игровая. Тут можно читать. Вин, реально так красиво. Видите, даже шахматы нет. Красота. И вот тут игровая детская. Такой здоровый-здоровый корабль. Куча детской какой-то литературы, книжек, игрушек. Реально офигенно. Видите, тут какие-то походы, как эксперименты для деток. Тут можно брать на 14 дни. И разные кассеты с мультиком. Реально офигенно. Мы надзаряли всех, смотрели. Пошли до девушки, которая тут делает, спрашивали все ответы. Спрашиваем, что мы играем в шахматы. Пока все с ними. Дима, начинай. Так Вика входа наебили. Дамы шахматы, так хорошо все начиналось. Скажи, скажи, как тебе програти? Честно, пофиг, я даже не думала. Ну, типа, это надо думать, сосредоточиваться в них план. У нас уже прошло полдня. Мы уже после школы сходили в магазин. Прошли домой, поели креветок с пивом. Мороженое наелось. Подавили сериал и идем опять в магазин. Мали идти завтра на шашлыкела. Думаю, скорее всего, не пойдем. Не побачим. Даже на рыбку мали идти в море. А послезавтра воно чекает такая невелика поездка. Ну, пока не буду рассказывать. Вважно, після завтра. И то я уже так, три вкушенья. А пока у нас такой сирий будень. Ничего не происходит. Школа, дом, школа, дом. Завтра, конечно, машина. Завтра, конечно, обидно, что так вышло шашлыками. Мы так хотели пожарить рибку у моря. Так могло быть хорошо. Но, да, была я как раз. Плани отменились. Сашик, кстати, с работой. Что-то непонятно, я по-моему, не рассказывала. Но он расстроился. Ему сказали, обещали, что, типа, полноценную работу. А в итоге, что с него був вчера вихідний, сегодня вихідний. И ему сказали, что, типа, мы позвоним, когда надо выходить. Я же говорю, в смысле, типа, у нас, наверное, брали на постійную работу. А ему говорят, что лето закончилось, типа, уже нет сколько изменений. Мы будем звонить. В итоге, сегодня Саша звонил в джоп-центр, чтобы объяснить эту ситуацию. Цей мусей наш джоп-центр обещал там помогти, поузнаваться. Но пока непонятно. Так как контракт, он до сих пор не подписал, что ему не дали контракт. Только там сказали, что гроши, либо, как будут платить. Но контракта нема. И меня, кстати, иногда и в Инстаграме, и в комментариях, по поводу работы. Что-то, действительно, и так сложно найти. А работа очень много, если в плане клининга. На клининг можно сразу идти, хоть на следующий день. 130 крон за годину. То есть, 30 крон за годину. Если вы хотите что-то с большей зарплатой, там 160 крон, это средняя, то тяжело найти. Кажут, что здесь не должно быть больше вакансий, но сейчас практически их нет. Так, поэтому как-то так.